Я купил телефон полицейского, так что, ребята, бойтесь меня. Разноцветные сирены, всё на месте. Если вы работаете в скорой, то вам тоже подойдёт. Включаем режим сирены скорой помощи и наслаждаемся. Ну а если всё-таки Владимир Владимирович Путин решит ударить ядерной ракетой, то здесь есть и на этот случай специальная функция, называется ядерная тревога. Включаем и начинаем бежать. Также этот смартфон идеально подойдёт для путешественников, для любителей кемпинга и так далее, потому что на задней части есть огромный прожектор. Не фонарик, а прожектор, ребята. Ну и, конечно, у тех, у кого работа грязная, строители, грузчики, водители, возможно, дальнобои, не знаю. Этот смартфон вам тоже, ребята, подойдёт, потому что он полностью неубиваемый, защищён по военному стандарту Северной Кореи от Ким Чин Цин. Его убить практически невозможно. Он прошёл 11 разных погодных тестов. Вообще, если честно, я в шоке. Как только китайцы не пытаются нас удивить. Чё только они не сделают. И это очень круто, на самом деле. За это я люблю китайцев. Давайте возьмём, к примеру, тот же Apple или Samsung. Боже, одно и то же лепят, ничего интересного нет. А здесь, чё хочешь, вообще без проблем. Друзья, всем привет, вы на канале Андрохак. И сегодня у нас телефон танкиста, полицейского, медика. Я не знаю, ещё к 10 профессиям подойдёт данный телефон. Называется Tank Mini 1 от компании 8849 при поддержке Unihertz. Друзья, наверняка вы слышали о смартфонах Tank. Так вот, это мини-смартфон. То есть, маленькая версия тех самых больших смартфонов. Ну что, предлагаю начать с комплекта. Давайте посмотрим, что в комплекте. И далее будем знакомиться с самим смартфоном. Как только мы открываем свою коробку, нас встречает сам телефон в пакетике таком. Здесь написано, какая кнопка за что отвечает. Как видите, слева у нас качели громкости, а справа кнопка включения, в которую встроена функция отпечатки пальцев. Также внизу есть специальная кнопка для кемпинга, для включения прожектора. А внизу программируемая кнопка. То есть, вы можете её назначить под себя. Два раза нажать и запустить, например, камеру. Три раза нажать, запустить какое-то приложение. И так далее. То есть, её можно будет настроить полностью под себя. Ну что ж, идём дальше. И в комплекте мы видим инструкцию. Для тех, кто не понимает, как пользоваться телефоном. Здесь всё подробно расписано. И написано, что также есть в комплекте, кстати. А сейчас мы заодно и проверим, всё ли здесь у нас есть. Итак, скрепка. Ну, куда бы мы без неё. Доставать сим-карту или вставлять флешку. Быстрая зарядка на 33 Вт. Ну и, конечно, двухсторонний USB Type-C провод. Прочный, хороший, не придраться. В принципе, всё. На этом комплект закончен. Теперь сам телефон. Давайте уберём все эти плёнки. Вот так он выглядит без плёнок. Могу сразу сказать, что очень брутальный вид. Меня лично прям зацепило. Металлические вставки. Ну, а без резиновых вставок, к сожалению, нельзя. Потому что резина смягчает удар при падении. Поэтому все защищённые смартфоны, они, точнее в них присутствует очень много резины. Поэтому, друзья, имейте это в виду. Телефон довольно-таки толстый. Несмотря на то, что аккумулятор в нём, на самом деле, не такой уж и большой. Так, мы с вами видим, что здесь есть гнездо для проводных наушников. Да, то есть, 3,5 мм. И гнездо для зарядки, они рядом. И защищены под плотной резиной. Плотная заглушка. Так что вода ничего туда не попадёт. Внизу также есть специальное отверстие для того, чтобы мы могли повесить телефон на шею или просто носить на запястье. Итак, две красивые кнопочки. Одна из них включает фонарик, другая программируется под вас, как я уже говорил. Очень красивая хромка, прям такая. Кнопка включения-выключения тоже сделана прям под одну стилистику. Кстати, на верхней части может показаться, что в телефоне есть проектор. Дело в том, что в Tank 2 был проектор, но здесь проектора нету, друзья. Тут совсем другая функция, а именно дальномер лазер находится в нём. Чуть позже покажу, как это работает. Ну, а задняя часть выглядит таким вот образом. Очень необычно, но в стиле компании 8849. Кстати, интересный факт. Для тех, кто не в курсе, то 8849 название бренда, это означает высоту самой высокой горы в мире. Это Эверест. То есть, его высота 8849 метров. И в честь этой горы назвали бренд. Вот как-то так. Рамки снизу сверху, ну, не скажу, что прям огромные, но, конечно, присутствуют. В руке лежит, как прям маленький малыш. Ну, очень прикольно, комфортно, классно. Экран, кстати, здесь тоже небольшой. Давайте я вам расскажу немного о характеристиках. Вы пока смотрите на телефончик. Итак, ребята, экран размером 4.3 дюйма. Разрешение 540 на 1200. Весит телефон, многим из вас будет интересно, 240 грамм. Аккумулятор, несмотря на то, что он реально толстый, аккумулятор всего лишь 5800 миллиампер. И телефон вот кажется, что большой, но, опять же, да, он весит всего лишь 240 грамм. Скорее всего, он получился толстым, потому что он маленький. То есть, 4.3 дюйма, это на самом деле не так уж и много в наше время. Как я уже сказал, IP68, IP69, он защищен по всем стандартам, так что с этим проблем нет. Поддерживает все сети, вплоть до 4G, но 5G поддержки нет. Я думаю, это нам пока что и не надо. В наших странах нет этой поддержки. Bluetooth версии 5.3. Ну, с Wi-Fi, с поддержкой GPS, все по стандарту. Здесь также есть, хочу отметить, бесконтактная оплата NFC. Но это не только бесконтактная оплата, да, но и также бесконтактное просто подключение, например, к колонке, чтобы слушать музыку. Здесь это все присутствует. Самое интересное, что вас, наверное, будет интересовать, что у нас тут с процессором, друзья. Mediatek MT6789. Здесь стоит данный процессор. Он, конечно, не топовый, но и не самый уродливый, я вам так скажу. То есть, на средних настроечках все, что нужно, все будет тянуть. А плюс, компания что сделала? Они поставили сюда 12, мать его, гигабайт оперативной памяти. Ну, это реально очень много, я считаю. Ну да ладно, 12 гигабайт оперативной памяти. Причем, что ты можешь ее удвоить, сделать 24 гигабайта, если возьмешь и включить функцию виртуальная оперативная память. А памяти здесь 256 гигабайт. Неплохо. По поводу камер. Здесь одна камера на 100 мегапикселей. Селфи-камера на 32 мегапикселя. Аксилометры, гироскопы и, я думаю, что другие мелочи рассказывать нет смысла. Здесь, конечно, все это есть. По поводу зарядки. У нас здесь быстрая зарядка. То есть, на 33 ватт. Телефон будет заряжаться буквально час-полтора, не больше. Поддерживаются microSD карточки, то есть, флешки до 2 терабайт, ребята. Как я ранее говорил, есть 3,5 мм поддержка проводных наушников. Работает все это чудо на андроиде 13. В принципе, на данный момент это не последняя версия андроид. Последняя это у нас андроид 14. Но, учитывая, что многие телефоны еще не получили даже андроид 14, то 13 вполне уместно. Мне телефон очень понравился. Работает шустро, быстро. Есть все современные функции. Что мне понравилось, размер экрана небольшой. Таких телефонов сейчас действительно найти очень-очень сложно. Ну и, конечно, телефон меня смог удивить своими вот этими вот интересными функциями. А ведь это действительно полезно. Например, вы заблудились где-то в лесу. Напугать какое-то животное можно, знаете. Дать тревогу какую-то, чтобы вас услышали. На самом деле, это все очень полезно. И, создавая этот телефон, компания именно о таких людях думала, которые путешествуют где-то вот на работе такой, знаете, сложной. Альпинисты, ну и так далее. То есть, для них телефон просто шикарный. Давайте послушаем звучание динамика. А динамики находятся снизу. При том, что круто, что динамики не закроются. Даже если вы положите телефон экраном вверх. Потому что там выпирает специальный разъем. Для того, чтобы вы могли телефон одеть на шею или на запястье носить. И он помогает не закрыть динамик. Поэтому динамик звучит очень громко и хорошо. Если вы его поставите особенно на 100. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Динамик очень-очень громкий для такого телефона. Здесь он не стерео, один динамик. И вы знаете, мне очень понравилось. Ну что, по поводу камеры. 100-мегапиксельная камера. Я не поленился. Несмотря на то, что на улице минус 20 градусов, друзья. Кстати, какая у вас погода, напишите в комментариях. Очень интересно узнать. Несмотря на то, что у меня минус 20, я не поленился. Я вышел на улицу, сделал пару фото, видео. И сейчас я вам вставлю это все, покажу. Дабы вы смогли рассмотреть качество изображения и видео. Которые делаются на этот телефон. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как работает дальномер, друзья? Нажимаем и, например, расстояние от вас до стены ближайшей Телефон мерит и показывает расстояние Все очень просто Это тоже полезная функция, особенно для строителей Друзья, в принципе, все На этом я закончил свой обзор Мне телефон очень зашел Не знаю, как вам Пишите ваше мнение в комментариях Давайте поговорим Обсудим данный телефон Всем спасибо за внимание Ссылочка на покупку будет в описании под этим видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok